МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Сегодня в выпуске. Технопарку быть. Депутаты городского собрания решали вопрос о создании в Чебоксарах технопарка. Погода преподносит сюрпризы. Управляющие компании должны чистить дворы от снега до асфальта. Частный детский сад как панацея от нехватки мест в дошкольных учреждениях. Меры поддержки малого и среднего бизнеса в первую очередь производственно-инновационного в республике чуть ли не на первом месте. В помощь предпринимателям в Чебоксарах появится индустриальный парк. Идею его создания поддержали кабинет министров республики и администрация города. На внеочередном заседании депутатов Чебоксарского городского собрания народные избранники также говорили о необходимости появления такой инновационной площадки. Предполагается, что парк будет построен на свободной земле около промтрактора. Там на площади 23 гектара. Развернутся производства разного профиля. Индустриальный парк должен стать крупной базой для многих компаний. На сегодня 11 предприятий выразили желание построить собственное производство на новом месте. По словам министра экономического развития Алексея Табакова, они составили бизнес-планы, готовы участвовать в конкурсах и вкладывать инвестиции в реализацию своих проектов. Общим итогом подписанных предварительных соглашений, исходя из инвестиционных планов организаций, является готовность резидентов парка к 2017 году создать более 900 новых рабочих мест, вложить инвестиции на сумму более 800 миллионов рублей, перечислить бюджеты всех уровней налоговых отчислений на сумму более чем 200 миллионов рублей. Реализация данного проекта в Чебоксарах создаст условия для развития в городе малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, новых высокотехнологичных производств. А это новые поступления в бюджет города. Сейчас проект на стадии формирования всего пакета документов для участия в конкурсе Минэкономразвития Республики на создание технопарка. Депутаты рассмотрели вопрос по одному из них. Передачу земельного участка из ведения города в собственность республики народные избранники поддержали. Эта процедура необходима для дальнейшего продвижения проекта. Единственное пожелание со стороны депутатов – не откладывать создание новой индустриальной площадки в дальний ящик. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. Завтра в Чебоксарах пройдет аукцион по продаже муниципального имущества. Всего для предоставления в аренду в собственности города 781 нежилое помещение, общей площадью более 36 тысяч квадратных метров. А в ближайшее время мэрия планирует провести ярмарку свободных помещений, чтобы свести вместе предпринимателей, нуждающихся в площадях, и горком имущество, которое может их предоставить. Сегодня об этом сообщили в администрации столицы. 23 января на аукционе будут представлены 20 лотов. Цену определяет независимый оценщик. Горком имущество предлагает 94 свободных нежилых помещения. Их площадь от 14 до 200 квадратных метров. Эти площади могут быть взяты в аренду на 5 лет. В аренду на 3 года предлагают также земельные участки. Притом горком имущество уже определило их коммерческое направление. В 2013 году планируют также продать некоторые муниципальные объекты недвижимости. Мы планируем в 2013 году продать посредством проведения торгов 25 муниципальных объектов недвижимости общей площадью 2000 квадратных метров. Эти объекты расположены на улицах Узангая, Гражданская и Ленинского комсомола. Специалисты отмечают, что интерес к подобным сделкам растет. Цена, соответственно, поднялась с 20 тысяч рублей за квадратный метр до 30-35 тысяч. Сдавая в аренду помещение, горком имущество оценивает и какое направление деятельности будет у объекта. Если это образовательное учреждение, то плата, соответственно, будет меньше, чем у магазина. Весь доход от аукционов и продажи поступает в бюджет города. Власти планируют сдать или продать всю имеющуюся недвижимость. Но город не должен оставаться без свободных муниципальных площадей. Фонд будут пополнять за счет строящихся объектов. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Уборка снега и наледи – первоочередная задача коммунальных служб. Содержание города зимой требует значительно больших усилий. На переднем крае борьбы с сезонными явлениями побывала наша съемочная группа. Не минуты покоя. Едва разгребли проезжую часть, на крышах домов нарастают сосульки. Справились с ними, завалило тротуары и дворы. Техники, наверное, сейчас в достаточном количестве. Некоторые управляющие компании закупили вторую единицу техники, которая позволяет оперативно и своевременно убрать территории, даже после обильных снегопадов. А сложность заключается в том, что недостаточно дворников. Эта категория, наверное, зимой старается увольняться, уходит. Ну и в летний период. Конечно, здесь нет дефицитов в таких кадрах. Работу коммунальщиков проверяют регулярно. За невыполнение – строгое взыскание. Причем достается и юридическим лицам. В чем ведении находятся неубранные территории. Только в Ленинском районе за одну неделю составлено восемь протоколов. В некоторых случаях качество уборки оставляет желать лучшего. Убирает у нас вроде хорошо, но лед, вот, снегом бывает часто. Не знаю, чем его посыпают, но он не растаивает. Где его? Частенько. Вот у нас частенько падают люди. Бабушка у меня, ну, мама моя, бабушка Данила. Вот она тоже упала, бывает. Ну, сосед у меня упал, с переломом тоже вот здесь райзил. Для борьбы с гололедицей управляющие компании заключили договора с предприятием Дорекс, которое в достаточном количестве заготавливает летний период песчано-целевую смесь. И все управляющие компании получают, согласно договору, песчано-целевую смесь. Запас имеется и при необходимости производится подсыпка внутриквартальных дорог и тротуаров. Ну, и, конечно, мы требуем очистки тротуаров и дорог, и даже в зимний период до асфальта. Но такие случаи, к счастью, происходят нечасто. Количество уличных травм по сравнению с прошлым годом не увеличилось, если не считать катания на ватрушках. Но это отдельный разговор. В целом же чебоксарцы с одержанием города в зимних условиях пока довольны. Мы живем в 31-м доме, в старом, в Крюшевке. Там все исключительно всегда чистенько, не успеет снег выпасть. В Чувашии, как и в целом по России, дошкольных учреждений катастрофически не хватает. Очереди не уменьшаются, а места в имеющихся дошкольных учреждениях родители стараются резервировать сразу же после рождения ребенка. Хотя в последнее время в республике идет активное строительство детских дошкольных учреждений. Но средств в казне все равно недостаточно. Большие надежды в решении детского вопроса возлагаются на бизнес. Осуществлять такие проекты планируется в рамках государственно-частного партнерства. О том, как уже реализуется этот проект, в нашем следующем сюжете. Маша, в голове! Кто тебе пришел, Маша? Двухлетние Миша и Маша почти 4 месяца посещают детский садик. Правда, не простой, муниципальный, куда из-за большого учреждения не попали, а частный. Соответственно, за дошкольное образование своих чат родители этих деток платят не по муниципальным расценкам, а по частным. В некоторых садиках выходит 9 тысяч рублей в месяц. Сейчас внесены изменения в федеральный закон об образовании в части финансирования частных детских садов. Как только они вступят в силу, изменится региональное законодательство. И родители смогут получать компенсацию оплаты частных дошкольно-образовательных услуг. Ребенок, который сегодня будет ходить в частный детский сад, будет получать софинансирование со стороны бюджета. И тем самым плата родительская за нахождение ребенка в частном детском саду будет уменьшена. Сейчас в городе работают 4 частных детских сада. Их посещают 136 маленьких чубаксарцев, но в очереди по-прежнему более 10 тысяч малышей. Если программа по развитию частного государственного партнерства в сфере дошкольного образования заработает в полную силу, подобных садиков станет гораздо больше. На сегодняшний день в администрацию города уже начали поступать заявки от предпринимателей, желающих открыть частный детский сад. Поступила заявка одного предпринимателя, который пришел и предложил построить детский сад вместимостью на 140 человек, на 140 детей. И также пришло письмо от частного детского сада, который не вошел в список тех четырех, которых я озвучила ранее. Но тем не менее, тоже просит с ним рассмотреть варианты, чтобы тоже войти в список тех частных детских садов, которые будут пользоваться поддержкой со стороны муниципалитета. Преимущества подобных садиков налицо. В группе из десяти деток воспитатель может заняться каждым индивидуально. Специалисты отмечают, что малыши в таких группах меньше болеют, раньше учатся разговаривать, быстрее осваиваются в незнакомых коллективах. Таким детям проще дается и учеба в школе. Для самих садиков тоже есть преимущества. Во-первых, детей будет побольше. А во-вторых, упростится процедура получения лицензии, поскольку санпины и другие требования к частным садам в последнее время смягчились. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Автомобилисты, направляющиеся в сторону Канаша, могли заметить, что в районе деревни Янзакосе движение затруднительно. Там идет реконструкция участка дороги, которая началась еще в декабре 2011 года. В рамках реконструкции участка автомобильной дороги М7 «Волга» километр 662-670. На прошлой неделе на пикете 59 подрядная организация «Дорис» проведены работы по строительству водопропускной трубы. Строительство трубы завершено в субботу, 19 января. Сейчас ведется восстановление дорожного покрытия на этот пикете. Уже в четверг подрядчик обещает, что двигаться на этом отрезке будет проще. Новый участок будет в четыре полосы, и скоростной режим восстановится. Ради чего мы приходим в этот мир? Как сделать его лучше, а помыслы живущих в нем чище? Большинство из нас рано или поздно задается такими вопросами. Светлана Хисамудинова знает ответы. Уже много лет она путешествует по миру и делится своими знаниями. За спиной Светланы Хисамудиновой уже два экватора. Такова общая продолжительность марафонских дистанций, которые спортсменка пробежала к 68 годам. Она не скрывает свой возраст. Попробуйте в 50 выглядеть так, как она почти в 70. Секрет прост. Собственно, это и не секрет вовсе. Хочется, знаете, зажечь своей мечтой о мире, о добре. Рачем пришли на эту землю. О гармонии духа и тела. Радости самопреодоления. О единстве с высшим, можно сказать, с высшим себе и со вселенной. Как можно больше душ людских, понимаете. Особенно молодежь. Какие-то ориентиры нравственности, духовности как-то обозначить. Светлана Хисамундинова в прошлом спортсменка, преподаватель вуза. После выхода на пенсию решила, что способна на большее, чем сидеть в кресле с газетой. Из родного Смоленска отправилась за смыслом жизни. Чебоксары уже 455-я остановка на этом пути. Конечно, это преодоление. Конечно, это трудно. И ноги в крови, и пот, и слезы. Но зато смеется и поет душа. А где еще получу вот эту радость самопреодоления? Только вот в этом, в трудностях. Как говорил Николай Рерих. Я еще давно прочитала эту фразу. Будьте благословенны препятствия, благодаря им мы растем. Все. Сделать мир более здоровым и счастливым – не такая уж и не избыточная мечта, считают Светлана и ее единомышленники по всему свету. И если каждый вместо того, чтобы жаловаться на болезни, будет закаляться, а вместо того, чтобы ругаться с соседями, начнет радоваться солнцу, снегу, свежей зелени и новым знакомствам, мир станет лучше. А начать надо с себя. Молодым перспективным спортсменам муниципальных спортивных школ назначили специальные стипендии. Денежную выплату ребята будут получать весь 2013 год. Ученики спортивных школ города получили дипломы стипендиатов главы администрации. Обладателями денежных выплат стали 25 юных спортсменов. Награды вручал исполняющий обязанности начальник управления физкультуры, спорта и туризма столичной администрации Петр Шутинский. Он отметил, что ребят поощрили за большие достижения в спорте. Юноши и девушки в минувшем году успешно выступали на республиканских, всероссийских международных соревнованиях. В составе сборных команд России представляли страну на международных турнирах. Среди них многократный победитель по пауэрлифтингу Анастасия Петрова. Занимается спортсменка в спортивной школе имени Соколова больше шести лет. Уверена, что материальные поощрения юным дарованиям в спорте, конечно, нужны. Мы выиграли два международных старта. Это чемпионат Европы по троеборью и чемпионат Европы по джиму лежа. Заняли первые места. И очень приятно, что администрация города нас поддерживает и поощряет за это. Днифат Агирова, Евгений Анисимов, Республика. 10 февраля по всей России пройдет всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2013». В администрации города сегодня обсуждали вопросы подготовки мероприятия. В этом году чебоксарцы выйдут на лыжню уже в седьмой раз. Наряду с любителями будут участвовать спортсмены-профессионалы, чемпионы и ветераны спорта. По традиции старты пройдут в парке 500-летия «Чебоксар». Лыжникам предстоят забеги на дистанциях 2, 5 и 10 километров. Как обычно, будет проведен вип-забег на 2014 метров. Победители и призеры лыжной гонки будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта России. По данным Управления культуры и спорта администрации города, в этом году планируют принять участие 12 тысяч любителей лыжного спорта. Оргкомитету предстоит огромная работа по организации парковок транспорта, обеспечению горячего питания и безопасности мероприятия. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»